Добрый вечер, уважаемые друзья! Добрый вечер, коллеги и партнеры! Начали немножко позже, потому что у нас люди любят опаздывать. Это одна, скажем так, наверное, из негативных сторон. Такая деятельность, как партнерские программы. То есть никто вас не может заставить быть вовремя. Если бы у нас, например, захлопывались двери на какие-то обучающие мероприятия, которые начинаются в 17 часов, в 19, в 20 и так далее, в течение первой минуты, например, или первых 30 секунд, вход в комнату захлопывался, возможно, скажем так, через какое-то время люди бы стали приходить вовремя. Хотя не факт. То есть когда улетает самолет, когда уходит поезд по расписанию, либо что-то еще, на которое вы следуете и планируете быть, вы стараетесь не опаздывать. У нас, к сожалению, это, в принципе, как я говорю, болезнь большинства MLM-программ, большинства компаний, в которых есть партнерские программы, в которых есть партнеры, строящие свои сети, да, строящие, скажем так, бизнес на сегодняшний день. Эта программа есть везде. Я еще на сегодняшний день фактически не видел ни одного крупного мероприятия, какой-либо презентации, какой-либо компании, которая началась четко в то время, когда это было запланировано. Где-то задержки 3 минуты, где-то 5, где-то 10, где-то полчаса. И все это связано с необязательностью людей, которые приходят на мероприятия. Итак, коллеги, сегодня у нас тема касается обзора личного кабинета. На нескольких вебинарах предыдущих я говорю, что практически каждую неделю у нас в личном кабинете партнера компании Skyway Capital появляются какие-то усовершенствования, улучшения, добавляется какой-то, скажем так, раздел, объем информации и так далее. И те люди, которые присутствуют на подобных вебинарах, они бывают всего один раз в неделю, в среду. Эти люди первые узнают о каких-то изменениях. Хорошо, если эти люди узнают первые, и потом доносят эту информацию своему ближайшему окружению, своим партнерам, может быть, уже стоящим партнерам, может быть, партнерам, которые есть у них в первом поколении, и рекомендуют им передать, как говорится, по команде вниз. Вот если вы так делаете, то это здорово. Еще один очень важный момент. Я вижу, что кто-то написал здесь сегодня, что у нас всего 14 человек, наверное, все все знают. При взаимодействии с партнерами компании Skyway Capital, то я могу сказать следующее. Фактически каждый день у нас обращаются в компанию люди, и не один человек, у которых какие-то проблемы, которые не могут что-то сделать и так далее, а причина банальна и проста. Они ни разу не попробовали зайти в личный кабинет, понажимать кнопки и найти необходимую информацию. И такие люди отнимают огромное количество времени у наших специалистов технической поддержки, отдела информационной поддержки. Да, мы готовы помогать, да, мы рады тому, что у нас есть большое количество инвесторов, но самое элементарное действие, которое можно сделать для того, чтобы, скажем так, понять простые шаги, для того, чтобы самим предпринимать простые усилия и делать эти действия в своем личном кабинете, это один раз послушать информацию на данном вебинаре, либо в конце концов посмотреть его в записи. Вот это не то, что не кипело, но я говорю как есть. У нас есть люди, у которых большие структуры, они там поднимают кипиш, говоря, что там кому-то не могут вывести деньги и так далее, и так далее, и так далее. Я иногда этим людям задаю вопрос, скажите, а вы были хоть на одном вебинаре по обзору личного кабинета? Они говорят, нет. Вы сами разобрались полностью во всей информации, где там что нужно сделать для того, чтобы деньги вывезти? Они говорят, нет. Мы говорят, что у нас большая структура, вот там небо падает на землю, но у моих партнеров чего-то не получается. А фактически получится у партнеров редко что может, если вы сами не умеете этого сделать. Вот поставьте, пожалуйста, плюсики те, которые могут обучить кого бы то ни было, не зная того, чему надо учить. Вот если такие есть у нас на вебинаре, поставьте большой-большой плюс, либо кучу жирных плюсов. Я, например, себя не считаю способным обучить кого-то чему-то, если сам чего-то не знаю. И сегодняшний вебинар, по большому счету, вот эта тема, да, обзор личного кабинета, мы ее включили в расписание наших вебинаров с 2016 года. И включили ее только потому, что действительно лидеры структур, которые работают на местах, говорят, что вот был бы вебинар, который помогал бы людям разобраться в информации, не бояться личного кабинета, чтобы они научились и так далее. Но, к сожалению, именно на этих вебинарах, где мы обучаем простым шагам, какие кнопки можно нажать и что увидеть, да, и чему научиться, очень небольшое количество людей. Это же касается вебинаров по партнерской программе. Поэтому действительно, Светлана, спасибо вам за то, что вы написали. Действительно, самое простое, проще всего сказать, да, поднять лапки кверху и сказать, ой, я не умею, я никогда этому не научусь, сделай это за меня, да. Вот вам, как людям, наставникам, я рекомендую делать следующее, сказать, слушай, я же не могу все время тебе с ложечкой пищу в рот класть, да. Ты умеешь это делать? Вот. Ты сам ноги передвигаешь по планете, или тебе кто-то сзади идет, там дети твои, либо друзья, и руками передвигают твои ноги. Вот. Поэтому давай-ка мы научимся с тобой один раз. Вот. Ты это будешь знать, и не будешь больше дергать меня, и не будешь больше отвлекать, скажем так, людей, которые могли бы привлекать инвестиции в нашу технологию, а они там часами тратят время для того, чтобы ты лихорадочно, скажем так, дрожащими пальцами нажал три кнопки, которые ты мог нажать за одну минуту и сам, да, не отнимая у него времени у себя, у него нервов, скажем так, у специалистов нашей компании, и у себя самого, либо самой. Вот. Поэтому я вам рекомендую на данный вебинар и приглашать людей, которые реально, скажем так, не умеют плавать, да, по морю личного кабинета. Те, кто сидят на берегу и смотрят, скажем так, большими глазами размером с блюдцами на свой компьютер и так далее, и так далее. Возможно, в ближайшее время запустится, скажем так, дополнительная у нас информация, не знаю, как это еще будет выглядеть, где будем давать элементарные знания по, точнее, элементарную информацию по знанию компьютера, там, нескольких сервисов в интернете и так далее. Простых почтовых ящиков, чтобы люди могли находить письма от компаний, да, вот, а не кричать, что мне ничего не приходит. Все приходит, только вы найти этого не можете. У вас дверь закрыта, заколочена наглухо, понимаете меня, вы ее не можете открыть, чтобы увидеть, что там вам пришло на порог. Я не в плане того, что хочу тут ругаться, как бы так, надувать щеки и так далее, но иногда действительно доходишь до такого состояния, когда элементарное действие, которое может сделать, там, не то чтобы ребенок, да, наверное, даже грудной, который еще молоко матери пьет, а взрослые люди, скажем так, пытаются найти аргументы, почему они это сделать не могут. Знаете, есть такое выражение? Мы не делаем это не потому, что это трудно, да, а это трудно, потому что мы этого не делаем. Вот. Обдумайте эти две фразы, блин, и придите к выводу, что проще научиться самому делать какие-то простые вещи, правда, чем, скажем так, весь земной шар обвинить в том, что у вас что-то не получилось. Итак, коллеги, предлагаю вам сегодня пробежаться, наверное, в основном, в первую очередь, по тем разделам, которые появились у нас совсем недавно. Вот. И все-таки задам вопрос. Скажите, а есть ли те, которые ни разу не были на подобном вебинаре, и совсем не знают, что где находится в личном кабинете? Чтобы я просто-напросто не тратил ваше время, да, и показал именно то новое, что у нас сегодня есть. Вот. Чтобы вы эту информацию донесли до своих партнеров, показали, что где находится, а может быть, даже в следующий раз сказали, так, ребята, ты что-то, ты понимаешь, что где там знаешь, можешь найти? Нет. Тебе обязательно в 17 часов по Москве нужно быть на вебинаре, где ты сможешь потом еще и задать вопрос. Ну, это, наверное, самый правильный путь. Потому что иногда, зная вас, вы знаете, да, близкие, друзья, знакомые могут поконючить, могут притвориться, скажем так, включить дурака, как мы называем, да. Здесь, как бы, они не знают человека, который вещает, они не могут, скажем так, строить козьи морды и так далее, и так далее, и так далее. Кабинеты, Людмила, разные. В РСВ кабинеты, кабинет в компании Skyway Capital разные, это две разные компании. Это как два автомобиля, да, вот. Автомобиль Toyota, например, и автомобиль Hyundai, или Hyundai, как его называют. Они одинаковые или разные? Вот ответьте мне, Людмила. То же самое касается и компаний Skyway Capital, и так далее, и компаний РСВ систем, например. Но они не могут быть совсем идентичны, да. Это компании, которые трудятся в одном направлении, но, тем не менее, это две разные компании. Вот, у них, скажем так, разная, например, программа вознаграждения партнеров и много чего разное. Хотя мы все трудимся, как я вам сказал, над реализацией данной технологии. Работаем тесно, в тесном сотрудничестве, скажем так, помогая друг другу, поддерживая друг друга. Вот таким вот образом. А если вы не туда пришли, а куда вы шли, Людмила, вообще, что вы сюда попали? По какой ссылке вы заходили в этот кабинет? Правильно Светлана пишет. Когда человек хочет чему-то научиться, он найдет время. Когда человек не хочет ничему научиться, он всегда будет говорить, что времени нет. Вот опять же, вернувшись на... Нет, семинар Сибирякова не может быть 17 часов. Внимательно читайте информацию в рассылке, внимательно читайте информацию в личном кабинете. Вот такой вопрос. Людмила, а вы в компании Skyway Capital зарегистрированы вообще или нет? Раз уж мы с вами общаемся, сейчас получилось так. Нет. Да, наверное, скажем так, быть на вебинаре, где идет обзор личного кабинета компании Skyway Capital, ну, есть ли смысл, если вы там даже не зарегистрированы? Вот. Я думаю, что нет. Но когда вы заходили на наш вебинар, и в рассылке, и в расписании, и где есть эта информация, там написано, уважаемые друзья, вебинар компании Skyway Capital, да, то есть опять же, мы возвращаемся к чему. Будьте внимательны, пожалуйста. Вот таким вот образом. Вебинар Сибиряков будет 19-20 часов, поэтому у вас есть еще 2 часа позаниматься тем, что вы любите, и прийти на те вебинары. Если на этом вебинаре вам быть не нужно, значит, вы можете просто покинуть комнату и не тратить свое время. Итак, коллеги, если те, кто первый раз... Да дело не в том, лучшая компания, не лучшая компания. Поймите правильно, у меня не цель сравнивать компанию. Вот. Мне бы хотелось, скажем так, чтобы люди, которые сотрудничали с нами, имели правильное отношение к тому, что они делают. А правильное отношение-то какое? Научись сам делать простые шаги и помоги тем, кому ты эту информацию даешь. Да, нужно прекращать использовать, скажем так, данную возможность, как за меня кто-то расскажет, да, вместо меня кто-то это сделает, а я заработаю денег. Вот если с этой, скажем так, позиции слезть, как я говорю, да, слезть перед истала, потому что некоторые люди, скажем, гордятся то, что у них там есть какая-то квалификация, консультант либо лидер, да, под ними есть партнеры, но они, скажем так, никак не помогают этим партнерам развиваться. Вот. Зато у них есть погоны, и они, скажем, красиво где-то пишут в чатах и так далее, и так далее. Научитесь своих людей, которые работают вместе с вами в структуре, делать простые шаги. Научитесь их делать сами. И тогда, вы знаете, мир засверкает совершенно другими красками. Вам будет чем гордиться. Вот. Это важно. Вам станет интересней, потому что вы научитесь делать такие вещи, которые вчера не умели. Это происходит в любом направлении, да. Приготовить вы новое блюдо решили, если оно у вас получилось, и понравилось тем, кого вы накормили этим блюдом, да. Либо вы учились кататься на коньках, либо плавать, неважно чему. Когда вы обучаетесь чему-то, это вам приносит удовольствие, это классно. Поэтому я вам рекомендую подойти именно к такому состоянию в нашем бизнесе. Вместе с компанией Skyway Capital научиться делать простые шаги, находить информацию и помогать другим. Вот и все. От вас больше ничего не требуется. Кстати, никто вас не заставляет делать какие-то шаги, которые вы, скажем так, будете переступать через какие-то моральные устои собственные, да. У нас ничего такого нет. Вот я вижу, Юрий Викторович написал, что искажает микрофон. Вот. Возможно. У всех ли плохо слышно? К сожалению, не спросил в начале нашего вебинара. Итак, коллеги, я смотрю, что никто из вас мне не написал информацию о том, что он впервые находится на данном вебинаре. Людмила, видите, по ошибке забежала. Вот. Человек перепутал время, потому что 2 часа разница все-таки существенна. Вот. Может быть, она живет, опережая время, но это нормально. Итак, коллеги, давайте мы сделаем следующее. То есть я сейчас поделюсь экраном и сделаю акцент на сегодняшнем вебинаре в первую очередь на том, что у нас появилось, скажем так, совсем недавно. Хорошо? Вот. И потом вы просто зададите мне вопросы, и если нужно будет показать что-то еще, и это вас интересует, я это покажу. Потому что все, скажем так, мероприятия, которые я проводил по средам, по сути дела, они все записаны на канале, скажем так, нашем в YouTube, который называется канал вебинаров компании Skyway Capital, эти записи выкладываются. Вот. Подробный обзор кабинета можно посмотреть там. А сегодня мы с вами поработаем в направлении... Так, я начал трансляцию своего рабочего стола. Прошу дать мне обратную связь, видно ли его. Вот. И сюда просто плюсики поставьте. Я вам даю ссылку на запись вебинаров, которые проводятся в компании Skyway Capital. Там есть плейлисты по каждому спикеру, то есть там отдельно у каждого спикера есть свой плейлист, в котором есть запись этих вебинаров, которые он провел. На сегодняшний день у нас фактически ведется запись каждого вебинара, ну, за исключением тех, которые, скажем так, спикеры забыли нажать на запись, либо не нашли кнопки. Такое тоже бывает. Редко, но бывает. Итак, коллеги, демонстрация рабочего стола идет, поэтому я сейчас возвращаюсь в личный кабинет партнера компании Skyway Capital и мы с вами пройдем несколько шагов. Итак, я сразу просто буду обращать внимание на важных, наверное, аспектах личного кабинета, на важных, скажем, кнопках и так далее. Очень важная кнопка, сразу прошу обратить внимание, на главной странице вашего сайта возле названия и логотипа компании Skyway Capital синим шрифтом, может быть, не очень бросающимся в глаза написано «позвонить с сайта». То есть это у нас реализовано не так давно. Это очень удобно, то, что любой наш инвестор, любой клиент, еще даже не купивший акции, находясь в любой стране мира, то есть где у него есть доступ в интернет, то есть он попал в личный кабинет, он может быть в Индонезии, он может быть там в Аргентине, он может быть в Гренландии, да, если там есть выход в интернет, он зашел в личный кабинет, нажал на кнопку «позвонить сайта», ему предлагается, скажем так, дать доступ к звонку для того, чтобы развершить доступ, точнее, к звонку и совершить звонок. Как только вы подтвердите это разрешение, ваш вызов будет переведен на специалистов нашего отдела информационной поддержки здесь в Москве, которые работают с 10 утра до 19 часов по московскому времени. То есть у вас есть возможность задать любые вопросы, желательно, чтобы они были нормальные, грамотные и вменяемые, да, не просто так позвонить нам и спросить, какая у вас погода, а именно в привязке к тому, что мы делаем. Дальше, на главной странице у вас есть возможность переключить языки теперь, да, вот смотрите, у нас есть русский язык, личного кабинета и английский. Я сейчас не буду переключать, но вы можете нажать на английский язык, у вас страница будет переведена, это сделано для удобства. Большое количество инвесторов с европейского континента, целого ряда стран мира знает английский язык. Мы это реализовали наконец-то, да, и я вас поздравляю с этим. Теперь эти люди сами могут разбираться в информации, даже если они не говорят по-русски. Это большая поддержка нашим инвесторам, у которых международные структуры. Далее, вы можете зайти, нажать на кнопочку, вот здесь фамилия, или имя ваше будет светиться, да, с правой стороны, вот, и зайти в раздел профиля. Профиль либо здесь, либо с левой стороны в панели инструментов личного кабинета, вы можете нажать вот на этот плюсик, у вас высвечивается информация профиль и персональные данные. Как только вы нажмете на персональные данные здесь, либо на профиль вот здесь справа, вы перейдете на другую страницу, где вам необходимо ввести те данные, которые вы посчитаете нужными, потому что основные данные при регистрации вы уже указали, это ваша фамилия, имя, электронный адрес, телефон, да, вот, ну там вы можете дополнить данные паспортными данными своими, вы можете указать страницы ваших соцсетей, которых вы зарегистрированы, то есть и указать свой скайп, это нужно для того, чтобы ваш вышестоящий партнер, например, если вы зарегистрировались через интернет, увидел информацию, что у него есть такой партнер, вышел на вас в скайпе и помог вам развивать бизнес. Либо наоборот, чтобы вы могли увидеть, скажем так, в своей странице, связанной с маркетингом, здесь у нас есть отдельный раздел, вот он называется, статистика, видите, да, какие столбики нарисованы, диаграмма, и там отражена вся информация, касаемая развития вашей структуры на сегодняшний день. Если вы новый человек, то в разделе статистик у вас ничего нет вообще. То есть там просто, скажем так, странички с некоторыми значками с нулями. На главной странице отражена информация по вашим счетам в личном кабинете нашей компании вы увидите основной, бонусный, акционный и премиальный. На основной счет, как правило, заводятся деньги с ваших электронных платежных систем с целью дальнейшего приобретения пакетов акций. На бонусный счет и на акционный счет вам начисляются проценты по партнерской программе. Из бонусного счета вы можете в дальнейшем деньги выводить, тратить их на те нужды, которые у вас есть каждый день. С акционного счета вы сможете только купить акции. На премиальный счет у нас вследствие различных акций нашей компании начисляются 100 акций, когда люди регистрируются. Сразу же вы знаете при регистрации вы можете оформить отдельный сертификат на 100 акций, даже если вы ничего не купили. И также по различным акциям вам могут начисляться акции на премиальный счет. Дальше здесь есть баннер, на котором указано ваше фамилия, имя и квалификация в партнерской программе и процент, скажем так, выполнения условий следующего уровня партнерской программы. Слева внизу также вращающийся баннер, количество привлеченных людей и количество привлеченных средств в первом поколении вашей партнерской структуры. Если вы подведете мышку, баннер развернется и вы можете перейти в раздел статистики, в раздел маркетинг. Точно такой же, как вот здесь слева. Информация будет та же самая. И здесь у вас справа информация о том, какие пакеты, сколько акций вы купили, есть ли у вас рассрочка. С этого баннера, который разворачивается, вы можете зайти в раздел мои сертификаты, если у вас были куплены сертификаты, и посмотреть их. Либо перейти в раздел инвестировать, для того, чтобы купить эти акции. Дальше на главной странице отражена информация, касаемая вашего продвижения по партнерской программе. Да? Опять же информация в виде диаграммы, сколько людей привлечено, какие денежные средства, ну и последние изменения счета, то есть, что происходило в вашем личном кабинете, откуда, что вам было начислено, какого числа, на какой счет. Это то, что вы видите на главной странице. Вот. Далее. Раздел маркетинга. Мы, может, по нему кратко пробежимся, чуть позже. Что я хотел сегодня вам показать еще важно. Я сакцентировал внимание на том, что есть кнопка «Позвонить сайта». Это очень важно. Дальше. Важный пункт, который был включен в личный кабинет компании Skyway Capital тоже где-то полтора месяца назад. Это в разделе «События» называется «Расписание вебинаров». Вот. Это вот к тем людям я обращаюсь, которые нам иногда в чатах пишут и говорят, «Ой, сбросьте мне, пожалуйста, ссылки на вебинары, где мне найти расписание». Коллеги, каждый, кто зарегистрирован у нас на сайте, имеет доступ к информации в разделе «Расписание вебинаров». И в расписании вебинаров у нас отражена актуальная информация по каждому вебинару, который проходит у нас с понедельника по воскресенье. Бывают изменения, мы, как правило, об этих изменениях сообщаем дополнительно в соцсетях и в чатах наших партнеров. Сразу хочу сказать, вот сейчас информация здесь отражена по поводу вебинаров четверг. Адресные проекты, которые ведет Владимир Маслов, завтра будут в 13.00. И эту информацию мы распространим в чатах, и она была сегодня в чатах распространена. И в нашей группе ВКонтакте уже есть изменения. То, что написан текст, что завтра вебинар по адресным проектам пройдет в 13 часов. Еще хочу добавить, у нас буквально в понедельник Инета Анжена вылетела в первую республику, точнее, в третью республику, вылетела имеется в виду в хорошем смысле слова на самолете, а не куда-нибудь, скажем так, в нехорошее место. И она сейчас находится во Франции, будет проводиться вебинар касаемый возможности проекта компании Skyway Capital, технологии Skyway. Завтра в 13 часов по Москве состоится вебинар для франкоговорящей аудитории, то есть там будет перевод на французский язык. Поэтому те, у кого есть партнеры во Франции, могут пригласить людей для получения этой информации. С утра в чатах партнерских будет выложена информация со ссылками, как войти в эту комнату и так далее. Вот расписание вебинаров. Коллеги, прошу вас, я не знаю, умолять, наверное, неправильно, потому что не хочу никого умолять, это дело, все вы люди взрослые, но в этом разделе вы можете найти на 99,9 достоверную информацию по всем обучающим мероприятиям, проходящим компанией Skyway Capital. Будьте взрослыми, находите эту информацию и давать эту информацию тем, кто вас окружает. Скажите, слышно, вот я смотрю, что написали до Казахстана на звук не долетает. Не знаю, что на звук не долетает до Казахстана. Объясните мне, что до вас не долетает на звук, Георгий. А на слух как ложится то, что я говорю? Если у кого-то плохо слышно, я смотрю, в принципе, со мной общается вот сейчас Светлана, вот Анна Асмус писала, да? Дайте, пожалуйста, обратную связь в плюсиках, только Светлана написала, что слышно, видно хорошо. Юрий Викторович, спасибо, Нина, спасибо, все, я понимаю, что двигаемся дальше, правильно? Георгий почему-то молчит, может действительно на звук не долетает до Казахстана. Итак, я возвращаюсь в раздел личного кабинета, то есть, одно очень важное, скажем так, один очень важный пункт мы рассмотрели, дальше, новости. Раздел новостей можно отнести к инструментам ведения бизнеса, почему? Потому что здесь размещаются все актуальные новости, которые произошли в нашем проекте за последнее время, и напротив каждой новости у нас есть кнопочка читать далее, если вы нажмете ее, у вас откроется полностью новость, и очень важный момент, напротив каждой новости есть кнопки соцсетей, если вы зарегистрированы в этих соцсетях, которые вы здесь видите, ВКонтакте, Фейсбук, Твиттер, Одноклассники, Мой мир, то вы нажимаете на эту кнопку, в панели, которая предлагается вам внести описание этой новости, вы пишете то, что вам пришло в голову, то есть, то, как вы хотите это озвучить, и нажав на кнопку разместить, либо отправить, там в зависимости от разных соцсетей разное написано, данная информация отправляется на вашу страницу в соцсети, люди, которые являются вашими друзьями, знакомыми, партнерами, там какими-то, я не знаю, каким-либо видом бизнеса, либо чему-то еще, может быть, по кружку, скажем так, умелые руки, там, где вы занимаетесь аппликацией, они увидят информацию о том, что на вашей странице появилось что-то интересное, они могут, делаю акцент, необязательно, но могут перейти на эту информацию, ознакомиться с ней, с нее перейти на страницу нашего сайта, и там нажать может быть и реальные партнеры, поэтому вот эти кнопочки используйте, не ленитесь, это займет у вас несколько секунд, а вернуться к вам может, скажем так, в не одну сотню долларов, поэтому знайте это, те, кто не знал, кстати, если есть у нас на вебинаре те, кто не знал данную информацию, что к данным новостям прикрепляется реферальная ссылка, но дайте как-нибудь знать, поставьте цифру 2, это не потому, что вы двоечники, просто вот, ну, пришло в голову и все. Итак, коллеги, это раздел называется новости, у нас буквально недавно появился раздел, который называется международная конференция, вот на этом я сейчас заострю внимание, мы нажимаем международная конференция, вот, и здесь идет информация о том, что 23-24 числа в городе Минске, да, и в Минской области состоится мероприятие группы компаний Skyway, вот, крупное мероприятие, и любой человек, любой зарегистрирован у нас на сайте, и не только, потому что, скажем так, вы можете привезти с собой на эту конференцию людей, еще не являющимися партнерами, и у которых нет личного кабинета такого, как у вас. Так вот, в личном кабинете здесь написано, что и когда будет происходить, вот, какие условия, то есть, любой человек, который приезжает к нам на эту конференцию, у него появляется возможность, билеты, которые, скажем так, он купил, либо бензин, который он оплачивал, да, и проживание эконом-классом на территории Беларуси, либо города Минска во время конференции, эти суммы он нам предоставляет, скажем так, в виде скрина, то, что он понес такие-то затраты, и компания эти суммы восстановит человеку на акционный счет личного кабинета партнера Skyway Capital, и вы на эти деньги сможете купить себе акцию нашей компании. Вот это может сделать абсолютно каждый. Видите, да, тут написано уже реально, что 23-го числа в 9.00 выезд на полигон, то есть поездка на мероприятие осуществляется централизованно, и расписана информация, какие мероприятия будут происходить на территории Экотехнопарка. Там будет выступать Анатолий Дарович Юницкий и несколько спикеров, вот, там будет осуществлена посадка минных деревьев, да, дерево смогут посадить только те, которые реально оплатили пакеты, в которые входила, скажем так, высадка дерева. То, что вы встретитесь с руководством компании, со специалистами КБ, с вашими единомышленниками с разных стран. я думаю, что вы это понимаете. И будет какая-то развлекательная программа. Сейчас я не могу предположить, какая, я думаю, в дальнейшем будет уточнение. Кто его знает? Может, песниры будут петь, может быть, сибры, да, может быть, там кто-то на пузе будет плясать, я не знаю. Вот, может быть, будете сами выступать, может, там будет конкурс художественной самодеятельности среди инвесторов, может быть, будет караоке, я не знаю, мы это уточним. Видите, в 17.30 отъезд обратно в Минск, там вы ночуете. И 24 числа, начиная с 9.30, осуществляется регистрация тех, кто хочет присутствовать на дальнейших, скажем так, мероприятиях конференции. Вы можете увидеть, здесь написано, возле стендах приобрести раздаточные материалы, купить буклеты, брошюры, книги. С 10.30 до 12.30 будет даваться информационная часть, точнее, будет информационная часть конференции. Потом кофе-брейк. Сразу хочу сказать, все те, кто приедут, пожалуйста, оставайтесь людьми до последнего. То есть, на кофе-брейке, скажем так, не изображайте ситуацию, как будто снова началось монголо-татарское иго, и откуда-то шобла набежала, скажем так, и разнесла все в пух и прах. Сразу хочу вам порекомендовать, чтобы, ну вот, будет здорово выглядеть, когда просто люди спокойно будут подходить, брать столько пирожков и бутербродов, сколько ему нужно, а не столько, сколько влазит в сумку. Ну и так далее, и так далее. С 13.30 до 15.00 будет выступление спикеров. Важно, что нужно сделать каждому, кто предпланирует быть на мероприятии в городе Минске. То есть, вам в своем личном кабинете нужно не только вот здесь вот внизу спуститься, да, и вписать сумму со своего основного либо бонусного счета для оплаты билета. Кстати, видите, появилось в поле количество гостей. То есть, вы можете, например, у вас там есть 40 долларов на текущем счете и 5 долларов на бонусном. И вы четко знаете, что билет нужен вам и еще двоим людям, которые не зарегистрированы. Соответственно, вы пишете 40, пишете 5 и сюда вписываете 3. И нажимаете оплатить. Но обязательно вам нужно будет еще зайти вот сюда, видите, написано, оставить заявку на бронирование, там, оставить заявку на участие в конференции. Почему это нужно сделать? Ну, потому что, вы знаете, убрали этот пункт, это здесь сделали уже на гостиницу. Соответственно, видно, доработан сервис, то есть информация о том, что вы заказали 3 билета, она будет, скажем так, где-то фиксироваться, будет выгружаться информация о вас. и для чего это важно? Почему это важно? Потому что возможность приобрести билеты на конференцию доступна только до 4 апреля. После 4 апреля, как говорится, наступает момент, кирдык, да, закрывается эта возможность и по количеству тех, кто успел, арендуется зал, в котором будет проходить конференция. Вот, остальные могут приехать, скажем так, и поддерживать нас снаружи. Но, в Беларуси это нужно делать аккуратно, сразу хочу сказать. Итак, коллеги, это то, что касается конференции. Здесь, на этой странице, вы можете прочитать все. Здесь есть описание акции 500 долларов в подарок, да, для тех людей, которые строят большие партнерские структуры и готовы в период с 20 марта по 15 апреля сделать товарооборот структуры не меньше 15 тысяч долларов. То есть, у вас будут дополнительные барсики, как я называю. То есть, вас отметят, вам может подарок, подарят какой-то и со сцены, может даже вынесут на руках. А может занесут, но, это все будет предусмотрено в программе мероприятия. Возвращаясь в конференцию нашу, скажите, понятно ли все, то, что я сейчас рассказал по кнопке международной конференции? Те, кто не был на этой, не заходил туда, я вам рекомендую зайти и посмотреть, ознакомиться с информацией, донести остальным. Дальше, возвращаюсь я в наш личный кабинет, да, и мы с вами пройдем еще по двум важным вещам, о которых мы, в принципе, раньше не говорили, потому что их не было. По банкингу потом может быть, да, дальше, информация по разделу инвестировать, вы тоже можете найти в записи вебинаров, которые мы проводили уже по этой тематике. Раздел статистика, давайте я его сейчас покажу все-таки. Нажимая на раздел статистика, если вы занимаетесь построением партнерской структуры, вы увидите здесь актуальную информацию на момент вашего входа, тогда, когда вы заходя в личный кабинет, вы здесь нажмете, видите, актуализировать структуру. Нажимаете на эти две стрелочки, у меня там было 16 число, как раз я показывал личный кабинет, сейчас мы актуализируем структуру на сегодня. Сайт недолго прогружается, и после этого у вас отражается достоверная информация о количестве партнеров в вашей структуре. Видите, у меня немного, всего 102. То есть, первый уровень, сколько людей, второй, третий, какие суммы инвестиций были сделаны людьми, и какая сумма инвестиций привлечена всей вашей командой за все время сотрудничества с нашей компанией. Дальше идет информация в виде круговых диаграмм, в каких квалификациях находятся партнеры, зарегистрированные в вашем первом поколении, и какое количество инвестиций, в каких квалификациях вам в первом поколении принесли люди, находящиеся в этих квалификациях. Дальше идет график по оплатам и регистрациям в вашем личном кабинете, тоже в виде диаграммы. Дальше идет информация о том, что вы можете настроить фильтры и получить информацию либо только по партнерам, либо по консультантам, по тем квалификациям, которые вам необходимо. Галочки ставите и нажимаете, чтобы вам высадилась информация. Снова внизу круговая диаграмма, которая показывает, какое количество партнеров в вашем первом поколении, в какой квалификации находится. И дальше идет список партнеров вашей структуры. То есть список. Напротив каждого человека в первом поколении есть кнопочка, буковка И. Нажимая эту буковку, у вас высвечиваются данные вашего партнера, который зарегистрирован под вами. Если напротив этого человека есть цифра, показывающая, сколько человек в его структуре, вы просто кликаете на этом человеке, у вас открывается второй уровень. Если бы у этого человека тоже были люди, нажимаете, у вас открывается третий. У меня максимально три уровня. Поэтому я дальше заострять внимание на этом не буду. Было бы желание разобраться. Если вы эти кнопки нажимаете в личном кабинете, ничего страшного не произойдет, кроме того, что вы наконец-то увидите, сколько людей в вашей структуре и фамилии даже сможете запомнить. Дальше внизу есть информация о том, какая прибыль, на какой счет она тоже была начислена. Последние два платежа фактически, потому что там раскладка идет на акционы и на бонусный счет. Это партнерская программа. Дальше. Очень важный пункт, который появился совсем недавно в нашей компании, это документы. Те, кто являются партнерами AirSway, когда-то ими были и сейчас активно строят бизнес в компании Skyway Capital, сегодня буквально появилась эта информация. То есть в разделе документов в компании Skyway Capital вы можете найти следующую информацию. Вы можете посмотреть клиентский договор. Если вам это надо, вы можете себе его скачать. И, скажем так, сильно докучающим вам и таким пытливым людям, вы просто можете его показывать перед тем, как они будут регистрироваться у нас на сайте. Дальше. Договор инвестиционного консультирования. Договор купли-продажи, который вы подписываете после покупки пакетов акций в нашей компании. И дальше идут независимые экспертизы на английском, на русском языке, касаемые нашего проекта. Пошли целый ряд буклетов, которые сделаны в формате PDF для тех людей, которые часто интересовались информацией. А вот есть ли какие-то материалы, которые мы можем распечатать и так далее. Пожалуйста, используйте данные брошюры. То есть нажимая, скажем так, на данную брошюру, видите, скачать здесь есть кнопочка. Это тут же появляется через короткий промежуток времени на вашем компьютере. Вы идете к своим знакомым людям, занимающимся полиграфией, даете им этот буклет, и они вам печатают то количество, которое нужно вам. Это для вашей работы в том числе. Все документы вы можете зайти сами и прочитать. Я не буду сейчас делать акцент на каждом из них отдельно. Это то, чего не было вчера и появилось сегодня. Далее у нас есть инструменты партнера. На каждой презентации мы кратко говорим об этих инструментах. Я сейчас буквально покажу. Первый из них – план вознаграждения. Здесь вы можете увидеть те квалификации, которые есть в маркетинг-плане нашей компании. И по каждой квалификации прочитать информацию, что нужно сделать для того, чтобы вырасти в квалификации, получать больший доход. Есть рисунок, который наглядно показывает, откуда какие проценты. И прописаны статьи дохода. А также условия. Что нужно сделать для того, чтобы стать, например, партнером. Вот здесь консультантом, чтобы стать. Здесь лидером. И так до топ-эксперта. Почему мы это называем еще инструментами? Потому что здесь внизу, на этих страницах, есть две активные ссылки. Нажимая на которую, вы скачиваете либо описание маркетинг-плана на свой компьютер, либо просто презентацию в слайдах. Причем, если вы находитесь на англоязычной версии сайта, вы скачаете и описание, и слайды маркетинг-плана на английском языке. Если вам это нужно, пользуйтесь. Дальше у нас есть раздел реферальных ссылок. Реферальные ссылки сегодня четыре. Две из них ведут на непосредственно страницу регистрации, либо на форму регистрации. Для тех людей, которые, скажем так, получили от вас информацию, от вашего вышестоящего партнера, ознакомились с ней и говорят, да, слушай, я буду регистрироваться, дай-ка мне ссылку. Вы нажимаете на кнопку скопировать в буфер и отправляете ссылку тому, кто хочет регистрироваться и делать какие-то действия. Для тех людей, которые хотели бы разобраться еще подробнее в информации, вы просто копируете либо ссылку, которую ведет на лейдинг инвестора, кстати, лейдинг обновлен, тоже можно зайти и увидеть его и на английском языке, и на русском, вот, и либо на сайт, после чего человек может ознакомиться с информацией там за полчаса, либо за один день, либо за три дня. Важно, что если вы даете ссылку человеку на сайт, да, и вы об этом с ним договорились, то через какой-то промежуток времени, не позднее, чем через 72 часа, после того, как вы ему дали эту ссылку, выйти на этого человека и задать вопрос, ну что, ты познакомился с информацией? Потому что он либо забудет, если вы это сделаете позже, да, либо этот человек может посмотреть, загореться, но, к сожалению, выйти в следующий раз в интернет не по вашей ссылке, а просто через поиск гугла информацию найти по Skyway Capital и зарегистрироваться непонятно по чьей ссылке. Поэтому, если уж вы кому-то даете, контролируйте свои действия, да, то есть, ну, таким образом вы будете оберегать свой бизнес и не будет происходить ситуации там крокодиловых слез, да, что вы дали там своим родным и близким ссылки, потом забыли, потом их спросили, они говорят, слушай, а мы зарегистрировались вчера, в нашей этой компании акции уже купили, мы думали, что под тебя. Вот чтобы этого не происходило, потому что мы это проконтролировать до конца не можем. То есть, ссылку мы дали, люди зашли, по вашей ссылке, если они после первого посещения тут же перешли на страницу регистрации, это ваш партнер. Но вот если они через 3, 5, 7, 10 дней зашли, непонятно каким образом мы зарегистрировались, вот тут уже нам крайне сложно будет что-то сделать. Поэтому будьте ответственны, да, если вы решили строить бизнес, вот, и делайте простые шаги, у вас не будет никаких проблем. Еще есть раздел баннеров. Это для тех людей, которые готовы, которые умеют, да, вести бизнес в интернете. У них есть блоги, у них есть сайты, у них есть сайт-одностраничники, они являются администратором какой-либо группы, там, в соцсетях, где позволено при помощи HTML-кодов размещать какие-то картинки, да, вот, либо страницы. Есть соцсети, которые позволяют создавать страницы, Facebook, например. Там точно можно размещать HTML-код. Итак, мы нажимаем, например, на баннер, размер которого нам подходит для размещения на нашей странице. Картинки, видите, меняетесь. У нас около 60 видов баннеров. И есть HTML-код. Если мы выбираем официальный сайт, соответственно, люди, нажимающие на этот баннер, на вашу картинку, у вас на странице, они перейдут на официальный сайт. Если мы выбираем лейдинг-партнеров, соответственно, при нажатии на этот баннер, люди будут переходить на лейдинг-партнеров, знакомиться с информацией, и, возможно, нажимая после этого кнопку регистрации, будут становиться вашими партнерами, даже тогда, когда они вас не знают. То есть баннеры позволяют, скажем так, направлять трафик людей на наши ресурсы через вашу реферальную ссылку, даже когда вы спите, даже когда вы в отпуске, даже когда вы едете в метро, либо когда вы едете в машине. Ну, либо занимайтесь непонятно чем. Ловите бабочек, косите траву на даче. Сидите с удочкой на рыбалке. У вас есть баннер, у вас есть сайты, которые позволяют вам зарабатывать таким образом деньги. Вот, в принципе, та информация, на которую я, наверное, хотел сакцентировать сегодня внимание больше всего. А еще хочу добавить очень важные новости, либо, точнее, это, в принципе, не новости, а уточнения. Вот, я возвращаюсь к нам сюда, на страницу сегодняшнего вебинара. Останавливаю трансляцию рабочего стола и хочу вам сообщить следующую информацию. Вы знаете, что у нас в компании проходит акция, да? Вот, которая, спасибо за то, что пожелали мне здоровья. Вот, как говорят англичане, bless you, да? И ситуация следующая. То есть, вы знаете, что те люди, которые делают у нас двойной платеж в течение марта месяца, либо приглашают трех новых людей в наш проект, то им начисляется бонусы дополнительно, да, в размере от 11,5 тысяч акций, если у вас рассрочка 25-долларовая, да, дальше идет 22 с лишним тысячи акций, если она 50-долларовая, на 100-долларовая там идет порядка 70 тысяч акций, да, вот, и 100, там почти 200 тысяч акций, если вы выплачиваете рассрочку, которую выплачиваете по 200 долларов ежемесячно. Так вот, данная рассрочка, да, вы знаете, что данный пакет у нас появились не с самого начала года, а с 25 января. Соответственно, все те люди, которые приобрели пакеты, вот именно эти, под названием старт, сеньор, стабильный и бизнес, да, вот для этих людей данная рассрочка действует. Вот нам иногда задают вопрос, хорошо, вот если я там покупал пакеты акций с рассрочка 1,600, у вас привилегия следующая, что если вы готовы погасить рассрочку сейчас, любую, которую вы начали тогда выплачивать, вам просто предоставляется возможность купить новую рассрочку с, вот уже действующую сейчас, например, да, по тем ценам, которые есть в личном кабинете. Соответственно, вы можете сделать следующий ход. Приобретаете пакеты акций в рассрочку с коэффициентом 1,600. Если вы покупали 1,600. Вот, наверное, то уточнение, которое я хотел сегодня донести до вас, поэтому, чтобы не было потом недоразумений, да, вот, чтобы не было у нас ситуаций, когда кто-то там купил, оплатил дважды, и там у него 3 рассрочки, он оплатил их 6, а потом говорит, о чем не начислили акции. Вот таким вот образом. Смотрите, Надежда, вот вы написали вопрос, что вы выбрали рассрочку 1,600, да, вот, и можете ли вы взять два пакета по 25, а не один за 50. Напишите, пожалуйста, какой у вас пакет был куплен в рассрочку. Потому что по правилам нашей компании, если вы купили, например, пакет в рассрочку стоимостью 50 долларов, у вас не будет возможности, а, если у вас была 25, соответственно, вы можете оформлять 25-долларовую рассрочку с дисконтом 1,600. То есть вот эта возможность у вас есть. Если у вас был оформлен пакет номиналом 50, то вы сможете заказать рассрочку номиналом 50 и выше, а 25 не сможете. Если был 100, соответственно, сможете заказать себе рассрочку новую с таким же дисконтом, но стоимостью от 100 и выше. То есть вы поняли, да? Ну, правила такие. Поэтому вы можете. А когда какого числа дисконт 1,600? К сожалению, боюсь неправильно произнести ваше имя, Конул или Канул. Вот у вас всего две гласные, поэтому я ударение сделал туда и туда. Пакеты 1,600 у нас были до 17 декабря 2015 года. Потом они стали в течение двух дней 1,550, потом еще два дня 1,500, потом еще, скажем так, а, Кена вас зовут, да? Хорошо. Потом они стали там 400, 350, 300, 350, и в итоге до 250 мы скатились с 30-31 декабря. Соответственно, те люди, которые покупали, например, пакеты акций в 2015 году, они могут оплатить рассрочку досрочно и купить с тем дисконтом, с которым они тогда покупали. Если вы покупали с дисконтом 500, то с 600 дисконтом вы не купите. Но с дисконтом 500 вы можете себе оформить пакет. Вот такие вот дела. Какие еще есть вопросы, уважаемые друзья, коллеги, партнеры, инвесторы нашего проекта? Пошла информация по поводу новой акции в честь дня рождения Юницкого, Сибирякова. Знаете, Светлана, вот я затрудняюсь пока ответить, возможно, такая информация есть, но я так понимаю, что все новости в нашем проекте идут от Сергея Сибирякова. Поэтому лучше, что вы можете сделать, задайте ему этот вопрос в 19 часов сегодня. Хорошо? Скажите, уважаемый Сергей, повторите, пожалуйста, важную информацию про акцию дню рождения Анатолия Юдоровича Юницкого. Как она будет выглядеть, в чем будет выражаться, что для этого нужно сделать, и какую заявку отправить и кому. Пусть он это все уточнит. Хорошо? Я не знаю, может, головной готовится. Просто пока у нас вот здесь владелие информационной поддержки, который должен вам давать информацию, данной информации отсутствует. Сергей Сибиряков, я не видел его давно в нашей компании здесь, откуда у него такая информация, мне тоже очень трудно предположить, хотя, вы знаете, есть информационные слои Вселенной, и определенный уровень духовного развития человека позволяет черпать напрямую оттуда, даже не спрашивая никого. Возможно, это так. Да, у нас классный пакет, я с вами соглашусь, Светлана. Какие еще есть вопросы, коллеги? Я вам хочу донести следующую информацию, раз уж я говорил сегодня вам про расписание вебинаров. Сегодня среда, середина недели, по-немецки это звучит «нитвох». То есть, сегодня вы можете в 19 часов пригласить на вебинар, который будет проводить Владимир Маслов на эстонском языке. То есть, те люди, которые проживают в регионе Эстонии, ну и предположительно Финляндия, возможно, даже некоторые венгры каким-то образом могут разобраться в информации на эстонском языке, потому что это как бы одна языковая группа. Соответственно, если у вас люди, есть проживающие в этих регионах, пригласите их на этот вебинар. Далее, сегодня в 21 час будет информация о том, что для новичков она будет идти на венгерском языке. Соответственно, вот уже те люди, которые могут быть потенциальными инвесторами, либо те, кто могут заинтересоваться нашим проектом в Венгрии, тоже приглашайте этих людей на вебинар в 21 час. Я не знаю, Маргарита, ну я не знаю, нужно ли быть адвокатом кого-то, либо что-то еще. Я никого не обвиняю ни в чем. У меня нет информации о том, что говорил Сергей Сибиряков. Либо что он не говорил. Поэтому виднее тому, кто это что-то сказал, задайте вопросы тому источнику, откуда это прозвучало. Вот и все. Давайте делать так, чтобы те люди, которые до вас чего-то доносят, чтобы ответственность за то, что они произнесли, лежала на них. Я считаю, это самый правильный подход. Я сторонник того, что не надо ничего придумывать, не надо ничего довешивать, и надо договаривать все, что есть. Соответственно, когда с компанией к нам приходит распоряжение, что у нас будет вот это, вот это, вот это, вот это. Первым делом, чем мы начинаем заниматься, это доносить информацию до вас в виде рассылки, в виде информации на вебинарах, в виде какого-то еще, я не знаю, видеозаписи и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому, если что-то будет, поверьте, тем более я вижу, что Светлана и целый ряд лидеров, строящих структуры, они бывают на огромном количестве вебинаров, они следят за новостями, за что я вас хочу поблагодарить. Поэтому информация будет, если что-то будет происходить. Друзья, если нет больше никаких вопросов, то давайте мы сделаем следующее. У вас будет возможность отдохнуть от информации где-то час-десять, потом сегодня в 19 часов будут вебинары, которые будут проводить Сергей Сибиряков и Алексей Суходоев, и вебинар, который будет проводить Владимир Маслов. Еще раз в дополнение того, что вебинар по адресным проектам, который у нас предполагалось провести завтра в 19, будет проходить завтра в 13. Информация интересная. Владимир Маслов вам даст информацию о том, как нужно работать с адресными проектами, что это такое, с чем их едят и так далее. Он это делает регулярно, он опытен в этом направлении, поэтому рекомендую вам, кому интересно, обязательно быть на данном вебинаре. Я же на этом останавливаю свое вещание. Всем желаю хорошего вечера, отличного настроения, ну и в принципе подумайте, если у вас есть партнерские структуры, там много партнеров, которые не разбираются в личном кабинете, не знают, что где лежит, пригласите их на следующий вебинар, а мы дадим им информацию. До новых встреч. Спасибо.